Портал Экзекет поступил вопрос. Почему новоначально в церкви бывает плохо? Вы знаете, это сильно бывает. Вот мне один опытный батюшка совет дал. Когда ты венчаешь таких невоцерковленных, невоцерковленную пару, ты там стульчик, на всякий случай, держи для невесты, чтобы она могла на него, если что, брякнуться, что-то так-то не очень, и раз подставил и сел и посидел, досидел до конца венчания. Ну, это уж какой-то крайний случай, когда там типа обморка. Вот обычно, другой мне мой прихожанин, который сейчас очень ревностный христианин, все у него в этом смысле хорошо, а он тогда был молодой человеком, он был тогда 30 небольшим. Он был такой спортсмен, успешный такой предприниматель и так далее, всем было хорошо. И вот он поверил в Бога, стал ходить в церковь и подходит, говорит, батюшка, объясните, вот стоит бабка, еле стоит, чуть на костылях, но стоит, лицо светлое, все там два с половиной часа там сеночные, не шлохнувшись, молится, а я не могу. То плечо, то поясница, то это, то это, то душно, вот, но я же ее физически на порядок, там два порядка сильнее, так сказать, вот, вот почему так? Ну, знаете, да, с одной стороны, нужен для всего навык, а с другой стороны, человек имеет веру. Человек имеет веру, когда человек имеет веру, то он может обо всем забыть, обо всем забыть. Вот Бог и Он. И с одной стороны, вот, начально бывает плохо, но не всем. Я говорю, бывает очень хорошо. Когда настолько хорошо, что, ой, уже кончилось богослужение. Даже с богослужения, даже не два с половиной часа, а как вот в свое время на Валааме, не знаю, как сейчас, так сказать, там, в два начала ночи, полдвенадцатого дня уже конец, то есть, вот всеночные бдения, это всеночные бдения. И вот человеку настолько хорошо, основоначальному, что он просто обо всем забывал и, так сказать, часами стоял ночью и молился. Несмотря на, там, и духоту, там, и жару, там, и много чего, там, всяких неприятностей дискомфортных, вот, потому что благодать Божия. Вот можно, если вера, благодать Божия, она все покрывает, даже какие-то, может, физические немощи. И наоборот, если, конечно, вот человек еще как-то вот не способен нормально помолиться, вот, да, здоровый, молодой, а стоять тяжело. Вот это все, вот, как эти отношения с Богом? Как эти отношения с Богом? Вот. И, знаете, смущаться не надо. Наоборот, если вам тяжело молиться, трудно, а вы себя заставляете, то это ваша жертва Богу. И Бог это оценит, и в конечном счете придет вас к тому, что вы будете чувствовать, что Бог есть, благодать есть, и вот она у вас. Поэтому просто надо какое-то время потрудиться. Потрудиться. Ну, и надо понимать, что помнить слова Священного Писания, что благодать для грешников огонь-попаляющий. Поэтому, когда человек столкнулся с таинствами, там, таинств Венчания, или иное какое-то таинство, с благодатью, то, если он недостаточно имеет внутреннее покаяние, для него это какой-то такой, знаете, вот, ну, что-то такое новенькое, да, вот та, он может, так сказать, вот, почувствовать благодатью Божию, но только в таком немножко отрицательном разрезе, да, что он стоит не очень хорошо. И это, так сказать, тоже показатель, что благодатью Божию есть. Только от противного. Поэтому, ну, говорю, это не надо этим смущаться. Я вот был, когда я воцерковлялся, такое искушение, помню. Я ездил с духовнику, на электричке два часа, из Казанского вокзала. И вот как-то у меня был такой момент, когда я проезжаю в Ухтомскую, и у меня, ну, говоря современным языком, медицинский вегататин, сосудистония. То есть давление скачет, там какие-то ощущения в теле не очень хорошие, то есть совсем плохо, вот плохо, плохо, плохо. Но я тогда уже немножко насчитал святых отцов. Я думаю, ну, что у меня тут вот оно скачет-то, с какой стати? Руди я не то, что еду там, какие-то там, экзамен там или еще что-то, наоборот, мне тут очень хочется. Я стал молиться. Приезжаю к Ухтомской. Начинает это вот, какая-то такая психосоматика, что называется. Я начинаю Иисусу молить про себя. Раз, два, потому что на три четвертого уже ничего не было. Искушение прошло. Ну, вот, так сказать, Господь мне это попустил, такое испытание. Ну, и потом, конечно, компенсировал какими-то другими уже совсем чем-то хорошим. Вот, поэтому, вот, надо помнить, что болезни все от греха, все проблемы от греха. И, а выход как раз из этого состояния греха только через церковную жизнь. Поэтому, если что-то такое, не надо бояться, надо идти, и оно все пройдет гарантированно. Единственное, что, конечно, если, допустим, у человека проблемы с желудком, он начнет строго поститься, у него может обострение желудочной болезни, опять начаться, там, гастрит, и колит, и так далее. Тут надо все, конечно, понятно, быть осторожнее, и так далее. Но вот в плане вот таком чисто вот, что все равно все хорошо, как у меня было, да, с психосоматикой. Все хорошо, и вдруг что-то плохо, это значит, просто надо не обращать внимания, и оно все и пройдет. Ну, или сходить к врачу, посмотреть, там, может, какая-нибудь анемия, там, еще что-то. Но если, извините, в торговом центре, в духоте бьешься за товар, и все хорошо, а тут пришел в церковь, два человека, спокойно, все, так сказать, хорошая атмосфера, музыка, недушно. Тебе плохо? Наверное, все-таки это не только здоровье. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.